Как мы останавливаем родовую связь? Перед у человека – это настоящее будущее. Правые – предки мужского рода, левые – предки женского, спина – прошлое. Это лампочки белого курса, просто мы диагностируем. Дальше мы все мысленно убираем, чтобы не напрягать наших предков. То есть когда лампочка вот так показывает, то силу рода, дух рода. То есть это хорошо. Вот так порча болезнь, вот так сила смерти, энергия смерти. Ну, когда люди крестики носят, когда люди эти вещи не поймают, у них над головой смерть. То есть это ничего страшного, смена мерности, творящая переход с одного состояния к другому. Этих судьба людей тяжелая. Если лампочка вот так покажет, люди энергию теряют просто. Вот так магического действия извне. То, что у проклятия и прочего не зла. Мы это все убираем, потом чакрки восстанавливаем все 16. Со спины, спереди. Все. Затем человек на стульчик садится с головой. То есть я все равно харизму восстанавливаю. После этого, когда в судье у нас есть вот то, что в гимном прославлении, будем читать такие. На гвоздики после этого. Что такое гвозди? Гвозди, гвозди. Это очень мощная сила. Это как стекла, как огонь. То есть есть выражение «Ушла душа в пятки», слышали, да? Когда он где много страхов, он все в землю уходит, душа в пятки. Земля, мать, она все есть в страхе берет. Когда люди становятся на гвозди, душа поднимается. Поэтому все люди стоят на гвозьях, у них глаза в нем горят. Когда они выходят, народ говорит Олегин, «Ты что с ними делаешь?» Говорит, снимает гвозди. Это первое. Второе. На ступни человека, акупультура, точки. Вы это знаете, да? Китайская. То есть, когда вы стоите ногами на гвозди и переступаете, у вас активизируется весь организм. Это второе. Третье. Когда вы стоите на гвозях, вам жарко становится. Вся негативная энергия перегорает, люди потеют. То есть, у вас энергия поднимается вверх, харизма пробивается. Четвертое. Следующее. Через боль отчается подсознанием. Глаза огнем горят еще. И подсознание. Голова чистая становится. И пятое. Халява набора энергетики для ленивых. Помните, йоги на гвоздях спирта? То есть, для лотарей. Это очень мощная, сильная вещь. Это от нашего учителя духовного Сечкина Сергея Александровича. Гвозди это от него. Но здесь, назовите символ рода. Это нашего рода. Символ рода четыре меча. Это хорейцы, торейцы, ведрусы и рассеи. То есть, от нашего рода, от ведрусов прошли эти четыре рода. Вот в этих вот здесь нержавейки сделаны. Каждый может себе сам сделать. Черките клеточкой. Клеточкой. Места силы. Затем с северушком просверлили, потоньше, гвозик потолще. Все. Главное, чтобы гвозди были с нержавейки. У меня походные, у меня еще дома есть. Это Франк или Людвиг делал в Германии. Есть еще медный. Это от Сечкина Сергея Александровича. Гвозди. Рамочка тоже от него. Отсечка на Сергея Александровича. Рамочке он научил нас. Методика очищения через харизму тоже от него. То есть, это в принципе все от нашего учителя. Поэтому мы не бегаем от учителя кучей. У нас есть Сечкин Сергея Александровича. Как он говорил? Грущик 8 классов образования. Ну, в литейке работал на каре. В Саровской области приехал. И мы не бегаем. Ни к Мегре, ни к Тенечке, ни к Треклебу. Есть Сечкин Сергея Александровича, он учитель был, есть и будет. То есть, сначала он ученика за уши тянет, затем на плечах ученика поднимается выше. Он говорил всегда так. Я вам сказал, берите, делайте, осмыслите. И кто бы, что бы там, никогда бы не вякали. Брали и делали. Вот на Олега Геннадьевича сколько растучали, а он придет выгоден нахрен его. Придумал, обнимался, все ждут. Когда же он мог бы быть? Потому что я никогда против ни разу не сказал. Ни вякнул, ни чего. Он говорил, это нельзя читать. Все читал, но не говори. А кто у него прочитает, тут ключик? Кто что-то торкнул в голову? Он говорит, нужно прочитать Библию вам за месяц. Библию, Ветхий Завет 1365, строительство 19 века. Вот мы трое прочитали на мучительский канал Пиртова. Но Олег Геннадьевич, Олег Геннадьевич еще двоим передал. И был пупочек научил в Сен-Харах притчу на Анастасии Филипповне. И когда мы к ней попали, ей было 83 года, сейчас про него расскажу интересно. К ней попали, ей было 83 года. И она как раз рассказала, как расплачивали наших предков. Я говорю, да у меня здесь предки жили, притчин Марк Сазонович, прадед. Она говорит, да это мой дядя был. То есть оказались наши прадеды, родные братья. И вот ее отец, как она говорит, был якобы на войне где-то, попал в плен, жил в Германии. У него родилось двое детей, умирать пришел в Россию, молтать, к себе домой. Знаете, как человек тянет? Ну и что зарядил Анастасию Филипповну перед смертью. Поэтому мама всю жизнь обижала. Они бедно, скромно жили. И когда было ей 30 лет, то у нее мужчин КВДшник был. Вот он и предупредил, что раскулачить будут. Мой прадед взял детей и ушел. Их потом под колечо-проволоку в ребрике, на барже садили, там где Анастасия, туда ссылали. И она рассказывала, в деревне говорит, в Воронин в ребрике столько колдунов было. И говорит, а она кирпичи делала. Говорит, это бабка, я это все равно передам. Она говорит, на вещь, я раз руки спрячу. Я говорит, два-три километра обходила. И потом она ей как-то передала все-таки вот этот канал. И у нее вырос леска живот, не было живота. У нее открылся третий глаз, она начала видеть чертей, слышать, видеть. Она говорит, я в угол кровати забила, три дня сидела, три ночи. Хорошо, никто психушку не вызвал. И через три дня, три ночи она говорит супругу, иди к Марии. Мария была соседка рядом, у меня 12 детей. Скажи, пусть он меня в Барново, в Покровский храм. Он в советское время был, по золотому чтению построил. Вот они пошли, они, говорит, бегут чертей. Куда ты поехала, не уезжай. Я, говорит, подошла в автобус, ногу не могу поделить, перекрестила. До 2000 года крейсер работает, сейчас не работает. Я зашла в автобус. Едем, говорит, они всю дорогу бежали, кричали, зачем ты перекрестил дверь, ты бы не уехал. И вот они бежали до самого Барново. У нас есть такой момент, железная дорога ярко. Знаете, проезд. И они все там отстали. Теперь понятно, почему арки строят, когда люди с войны приходят. То есть, когда они проходят через арку в город, все эти духи, они остаются. И жрецы их пережигают. Принцип, понятен? И она, говорит, я приехала в храм, не знаю, молилась, служба, и потом уже, говорит, Мария, говорит, все, Анастя, уже служба закончилась. Все, я, говорит, посмотрел, все, никого. Не знаю, говорит, там у меня живут и сейчас или нет. Зашли, говорит, хлебок, там магазин, 20 метров. Хлебушка, молочка купили, приехали. Грибриху, она пошла, говорит, на двор. Говорит, слышу, собака заварила. Я, говорит, блядь, собака, вот у нее пуза. Нет, пуза не стало. То есть, было пуза, не стало. И, говорит, эта бабка, которая передала, в эту же ночь умирала. То есть, ее в сенках нашли, в одном балетке. То есть, я к чему говорю, по этому людям, вот я, это Анастасия Федоровна, у кого пузы большие, у вас там духи живут. Абейгин Олегович, вот у меня вопрос, вы говорили про эту арку. А это значит, арка эта только полукруглая? Вот есть в лесу естественные арки, там вот. Да. Когда через это проходишь... Да, то же самое. То же самое. Все убирается. Хоть угол, хоть круглая. Да. Природно оно еще сильнее работает. Сильнее. Вот вы знаете, что была вьетнамская война и вьетнамский синдром, да, знаете, было? Сильнее, первый год. Да. Идейство, у кого не было вьетнамского синдрома, это у индейцев. То есть, они идут на войну, их войны, приходят, у них снимают. И нет у них. А вот бабки, наоборот, говорили, что не ходи вот так вот, где это? Это вот, которые в церковь ходят, которые. Тут говорит, не ходи. Ну, бабки, они и говорили, потому что они, что им попынно говорят, или кто, другие бабки, они... Бабки, в основном, занимаются деревенскими. То есть, надо пользоваться этим? Ну, нам просто объяснил ситуацию. Человек мне рассказал, я стал анализировать, видеть. И поэтому, если хотите от животов избавиться, я вам принцип рассказал. Касторка, масло, все. Что там в духе живет? Потому что, когда люди, чем энергетикой сильнее занимаетесь, тем вы мощнее силы к себе принимаете. А где вами проще манипулировать? Изнутри. Правильно? Ой, почки заболевают. Ой, раз за таблеточкой, раз. А духов надо вот там на улице держать, поганых. Вот там. Не надо их домой пускать. Вот ко мне духи, когда приходят, человек на целительство, только через порог не переступит, они должны свалить. Если человек по руку переступил, они уже никуда ставят на руки. Знаете, как мы духа вцепляем? Очень легко. Любых, любых богов. Вот разговариваешь, человек, он взял, три раза перебил, все, он на кукань сидит. Знаете, как говорите? Ваня, разговаривает, команды не было. Он там другое слово говорит. Он говорит, три команды не было. Поэтому, когда вот я разговариваю, я от человека слушаю, я рассказал, мне он раз перебил душу. Я в том, второй раз, третий раз все, он уже на кукань сидит. Принцип понятен? Поняли теперь, почему не надо никого перебивать? Неизвестно, на кого вы нарветесь. И самый мощный, кто обладает силой, вы даже по нему не скажете. Это бабушка, любая девочка, не в тренетике, если вы это, можно нарваться очень серьезно. Поэтому, не знаешь, просто не силы. О, у меня много раз, что в автобусе сравнение какой-то, вообще, ряд прямо до мурашек по спине, вот такого прямо аж до дрожи. Я вот, например, когда была ребенком, я никогда вот этим пухом всяким не верила, мне дались наведения книгу почитать. Я ее почитала, там как-то чуть-чуть написано, вот вообще непонятные слова. Непонятные, вот как бы одно слово обратно читаешь. А там внизу написано, что якобы, если во сне проснился, значит и проси, что ему надо, и служили ему. А я думаю, что он да, то все, понимаете, и во сне он мне пришел. Ну, еще страшно. Ну, чего удивлять? Почему у вас столько суицида? Это называется шаманская болезнь. Когда вы цепляете духа какого-то, это родовые духи. Время пришло, а вы образ жизни не изменили. Пьете, курите. А духу нахрен вы нужны. От вас толку нету. Это как отказа от молока. А он заскочить не мог. Надо, чтобы у вас кто-то замочил, либо что-то с собой сделали. В принципе, понимаете? Утопились, застрелились, повесились, дух уходит в другом. Вот почему суицид большой. Уже у вас была лидическая основа. Затем вы ушли в шаманство, в физическое и попали. Все. Опять же, вот эти, кто суицидники, сейчас предки ему помогают. Почему в религиозных конфессиях, в афрамических, покойников не хоронят за воротами храма. Только за воротами, я имею в виду, на кладбище. Потому что считается, что они будут, якобы, энергетикой пользоваться. Так же они, почему женщину принизили. Женщине в платках надо, с вечными нельзя. Это поэтому. Потому что они там всякой ерундой занимаются. На самом деле церкви – это оккультизм прямой. При свирке, есть ли тело мою, вино пейте, кровь мою. Мы что, людоеды, что ли? Зачем нам пить тело и есть в кровь? Чистым видом сатанизм. Сатанизм. Воду. Мощи вот эти, труп они их целуют, вот эти раки. Да там уже души нету, родовой нету. Духа нету, нету. Что там? Духи вот эти. И я его поцеловал, получив фашистский граждан. В большинстве священников даже этого не понимают? Они хоть и духами под игры. Когда люди что-то делают, они все думают, что они делают правильно. И люди ошибаются. Вот вы мне назвали Ивашка, назвали Шумшука, назвали Иван Царевича, другим. Эти люди, они думают, что они делают прав. Это и есть эгрегоры. Пока вы будете в дуализме, доброзло у нас в их саму влетать будет. Понятен? Гармония мужского, женского. Чтобы вы были в авторитете у супруга, у детей, у родственников. Вы зарабатываете авторитет, авторитет работает на вас. Смотрите. Сделали вы, где у нас есть хороших поступков, и один плохой. Люди забудут, где у нас есть хороших, будут помнить один плохой. Так или нет? В чем философия? А ты не делай этот плохой поступок. Все? Как хочешь, чтоб тебе люди относились, так и вы к людям относились. Вы не проскочите, кого обманываете. Вы можете только себя обмануть. Поэтому чистая мысль, чистые слова, поступки. В голову людям не влезешь. Люди говорят одно и делают другое. Не важно, кем мы были, важно, кем мы стали.